Всем привет, друзья! Вы на канале Apple Siberia. Я продолжаю череду уроков по Final Cut. Наверное, назову этот плейлист Final Cut в массы, потому что программа действительно очень крутая. И сегодня мы вместе с вами попробуем в первый раз создать проект, создать какое-то видео, импортировать его, экспортировать. И будем делать это очень быстро, потому что время, как известно, мало, и время – деньги. Для этого, если вы в первый раз открыли Final Cut, то нам вместе с вами нужно создать библиотеку. Мы заходим в File, New и выбираем Library. Создаем библиотеку. Допустим, у нас будет библиотека. Я назову ее «Пример». Так, это уже есть. Ну, пример новый, допустим. Далее, у нас образовался ивент. Это за сегодняшнее число. Вот 25.12.2017. И в этом ивенте мы вместе с вами выбираем создать новый проект. Файл New и Project. Либо вы можете пользоваться хоткеями, то есть горячими клавишами. Выбираем имя проекта. Допустим, опять же, «Пример». И можем выбрать либо видеоформат, какой нам угодно, либо количество кадров в секунду, либо просто поставить «Use Automatic Settings», то есть автоматические настройки всего проекта у нас применятся, когда мы закинем первое видео. Допустим, если первое видео будет в Full HD в 25 кадров, то весь проект будет в Full HD и в 25 кадров. Но мы, естественно, выбираем автоматически. И вот у нас создался наш проект. Также в настройках я для себя поставил импорт. И, в принципе, я думаю, это вам пригодится. Я файлы не копирую, то есть они остаются у меня там, где они изначально были. То есть это галочка «Leave files in place» в подпункте «Import» в настройках. И я также, транскодинг, я отключил «Proxy Media» и «Optimized Media» для того, чтобы у меня компьютер не нагружался сильно. И у меня, в принципе, довольно простой монтаж будет. И если вам нужен простой монтаж, то, я думаю, это тоже вам подойдет. Теперь для того, чтобы добавить видео, мы не будем пользоваться импортом. Сделаем это еще быстрее. Мы просто заходим на рабочий стол. Вот у нас есть уже наше видео, которое мы сняли на камеру. И просто drag and drop, то есть перетаскиваем на timeline. Допустим, сделаем какой-то монтаж. Ну, я просто так покажу. Вот, допустим, мы там что-то порезали, что-то убрали. Тут, допустим, звук убрали. Тут тоже звук убрали. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я просто демонстрирую. То есть монтаж вы сами выполните, какой вам нужен. И вот. Вот, допустим, представим, что наш проект готов. Мы все смонтировали. И теперь нам нужно его вывести. В правом верхнем углу мы выбираем «Share». То есть поделиться. И из этих предложенных форматов нас интересует, если мы грузим на YouTube, то Apple Devices можно выбрать, допустим, Full HD или 720 или 4K. А если вы хотите экспортировать на какой-то Windows компьютер, который там поддерживает какой-то очень непонятный формат, то вы выберете мастер-файл. И я думаю, что, в принципе, вы разберетесь. Ну, давайте вместе с вами сделаем Apple Devices Full HD. И вот мы можем сейчас как раз просмотреть, что у нас получилось. Видим то, что частота кадров стоит 50. В настройках также «When Done», то есть когда сделано, мы не будем делать ничего. Можно тут выбрать «Компрессор», либо открыть, допустим, с QuickTime, либо добавить в библиотеку iTunes, но мы ничего не будем этого делать. Также в разрешении вы можете уменьшить разрешение, собственно, если вам это нужно, если вы вдруг передумали, и выбрать «Видеокодек». Ну, я ничего не буду менять. Все. Мы нажимаем «Next» и сохраняем файл «Пример на рабочий стол». Чтобы следить за тем, как выполняется у нас экспорт этого файла, мы можем нажать «Command 9». И вот в «Background Tasks» мы можем видеть проценты нашего шаринга, то есть экспорта. Так, ну вот мы видим, что экспорт успешно завершен. Закрываем. И ищем на нашем рабочем столе видео. Вот он, пример наш. Все, готово. Я думаю, то, что урок вам был полезен. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте палец вверх. Также пишите в комментариях, на какую тему еще сделать видео, потому что, в принципе, я вроде разобрался в Final Cut. И думаю, что смогу вам поведать что-то действительно очень крутое и обучить вас этой действительно очень крутой программе. На этом все. Спасибо большое за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok